С какой скоростью движутся частицы наиболее плотного кольца Сатурна, если известно, что их период совпадает с периодом вращения Сатурна вокруг своей оси? 10 часов 40 минут. Масса Сатурна 5,7 на 10,26. Период вращения Т равен 10 часов 40 минут. Сразу переведем систему Си. Это будет 38400 секунд. Масса Сатурна M равняется 5,7 на 10,26 кг. Найти скорость. Сделаем рисунок. Наши частицы движутся по круговой орбите вокруг Сатурна со скоростью v. На этой частице действует крояционная сила f крояционная и центр стремительное ускорение. Напишем второй закон Ньютона, что равнодействующие всех сил равняются произведению массы на ускорение. То есть f крояционная равняется mA центростремительное, где m малая – это масса частиц. Распишем крояционную силу. Крояционная сила – это постоянная крояционная g, умноженная на массу Сатурна, на массу частиц, и деленная на f в квадрате. Равняется m, умноженная на центростремительное ускорение. А центростремительное ускорение – это v квадрат, деленная на r. Масса частиц мы сократим. Радиусы мы также сократим. Тогда у нас получается, что v квадрат равняется g, умноженная на m, деленная на r. Скорость движения частиц будет равняться 2πr. r – это длина окружности, по которой движутся частицы, деленная на время. А время – это у нас период t. Выразим отсюда радиус. Радиус будет равен. Скорость, умноженная на период t, деленная на 2π. Подставим наш радиус в наше полученное уравнение. Тогда получается, v квадрат равняется g, умноженная на массу Сатурна, деленная на vt, деленная на 2π. Избавимся от трехэтажностей. v квадрат равняется gm, умноженная на 2π, деленная на vt. Выразим отсюда скорость. v в кубе равняется gm, умноженная на 2π, деленная на t. Выразим отсюда скорость. Следовательно, скорость v равняется корень кубический из gm, умноженной на 2π, деленная на период t. Подставим сюда значение и найдем результат. В результате получается, что скорость частиц равна 18400 метров в секунду. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.